И проклятие не будет более. Когда появилось проклятие? Эта тема, тема благословения и проклятия, очень актуальна на сегодняшний день, ибо в ней в настоящее время существует некоторая неясность и недоразумение. И если вопрос благословения поднят до высшего уровня и является во многих церквах постоянной и основной темой проповеди, то о проклятии, и особенно о наследственном проклятии, говорят очень мало, потому что в свое время были упущены и извращены некоторые понимания в этом вопросе. И несмотря на то, что некоторые верующие находятся под явным контролем бесовских сил, они утверждают, что свободны, пытаясь имитировать настоящую радость и свободу. Во время одного и богослужения пришлось молить за верующего брата, регулярно посещавшего богослужения. Во время молитвы его мучил дьявол. Он непрерывно чихал, принимал такие неестественные позы, при которых нормальный человек ни за что не удержал бы равновесие. Тело его извивалось подобно змеиному. Он совершенно не мог контролировать себя. После молитвы мы обратились к нему с некоторыми советами, чтобы помочь ему освободиться от демонических сил. Но его ответ был таковым. Я во Христе Иисусе свободен и не нуждаюсь в никаком освобождении. Я каялся, принял Иисуса Христа личным спасителем, а то, то во Христе новая тварь, древняя прошла, теперь еще новая. Ни о каком проклятии одержимости не хотел вести речи. Цитирую слова Писания. Галатам 3.13 Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано «Проклят всяк, вещащий на дрове». Помочь мы ему не могли, так как он не видел, что находится в проблеме. Он был духовно слеп. Ибо не знал, как должно Слово Божие. Мы же не могли согласиться с тем, что наблюдали за поведением человека, находящегося в Христовой свободе. И так мы разошлись по домам, оставшись при своих мнениях, хотя не могли не согласиться с теми текстами Писания, которые были процитированы из Библии. Так что же происходило тогда с братом? Что происходит теперь с некоторыми нашими братьями и сестрами во Христе? Почему мы еще продолжаем говорить о проклятии, вызывая недоверие и откровенный соблаз некоторой части христиан, которые утверждают, что мы не доверяем Богу и Писанию, а также неправильно понимаем смыслы и действия голгофской жертвы Иисуса Христа? Искать ли я эту причину в собственном неверии или в непонимании Слова Божия? Мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10, 17. Давайте посмотрим, что говорит Слово Божие Слову веры, о проклятии и наследственности, не забывая другую часть общей истины Божией. Осия 4, 6. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Другими словами, Человек, не знающий Слово Божие, или понимающий его неправильно, не может в данном вопросе иметь Божью веру. Он будет находиться в заблуждении, а его веру нужно назвать человеческой или бесовской, потому что он верит человеку или бесам. А такая вера вполне возможно и реальна, и будет так написано. 1 Тимофей 4, 1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, вынимая духом обольстителем и учением бесовским. Теперь обратимся к Библии, вернейшему Божью откровению, чтобы определить, когда возникло проклятие, за что и кем оно было внедрано в жизнь человечества, кто впервые признёс это страшное и неприятное для нас Слово. Для этого читаем первые страницы книги «Бытие», где описывается начало человеческой истории и грехопадение человека. «Бытие», 3 глава, 14-19 стихи. «И сказал Господь Бог змею, «За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на древе твоём и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Жене сказал, «Умножая, умножу скорбь твою беременностью твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему увлечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедил тебе, сказал, не ешь от него, проклятая земля за тебя. Со скорби будешь питаться к нему во все дни жизни твоей, черни и волцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою, у потя лица твоих будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Итак, слово «проклят» впервые было произнесено самим Богом, направлено было к змею, и означало наказание за грех. Наказание выразилось в том, что властью Божией змей был лишен ног и должен ползать на чреве и есть прах во все дни жизни своей и враждовать семенем жены. Жена была наказана скорбью беременности своей, больюми при рождении детей и поставлена под власть мужа. За Адама была проклята земля и стала производить волшицы и терны, в результате чего Адам должен был в поте лица есть хлеб и возвратиться в прах, то есть умереть. В жизни слово «проклятие» проравливается к слову «наказание» и является более приемлемым для нас. Бытие, 4 глава, 10-13 стихи. «И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли, и ныне проклятая от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет давать силы свои для тебя. Ты будешь изгонником и скитальцем на земле». И сказал Каин Господу, «Наказание мое больше, нежели снести можно». Из этого текста отчетливо видно, что результатом проклятия, изреченного Богом, явилась жизнь скитальца-изгонника, которую Каин назвал наказанием. Второе, на что следует обратить внимание, так это то, что Адам что-то потирал из данного ему Бога, ибо Бог создал Адама по подобию своему, а дети Адама стали рождаться по подобию его, а не по подобию Божьей. То есть Адам стал передавать детям свою греховную натуру. Бытие, 5 глава, 1-3 стихи. Вот родословие Адама. «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарок им имя «Человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарок ему имя «Щиф». Я думаю, что наставание Слава Божия передача нашлиственного греха родителям и детям происходит в два этапа при зачатии и при рождении. Об этом в своей покаянной молитве перед Богом сказал Давид «Буду движим Духом Святым». Псалом, 50-й, 7 стих. «Вот я в беззаконе зачат, и во грехе родила меня мать моя». По отцовской линии грех передается во время зачатия, по материнской линии во время рождения. Между этими периодами лежит отрезок беременности длиной в 9 месяцев. Поэтому ребенок приходит в мир не таким, каким его хочет видеть Бог, но с греховной наследственностью, пораженной грехом. Для размышления на этой проблемы я хочу процитировать один текст Писания из Евангелия от Матфея. Матфея, 1 глава, 18-21 стихи. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде не же сочетались они, оказалось, что она имеет во жребе от Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайну отпустить ее. Но когда он помыслил это, «Си ангел Господь явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся пронять Марью, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого, родич же сына, и нарочусь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Обращая внимание на 20 стих текста, отмечаем два периода из жизни человека. Внутру тропный период, родившаяся в ней, и начало земного периода жизни, родич же сына. В первом случае обращается внимание на мужской пол, который сообщает внутротропному младенцу свои качества. В случае с Иисусом Христом во избежание передачи наследственного греха Бог исключил влияние мужчины. Иисус зачат от Святого Духа. В отношении женщины Писание говорит уже о другом периоде, о рождении во внешний мир человека, словами относящимся к женщине, родич же сына. То, что ребенок является ребенком уже после зачатия, подтверждает Слово Божие. Иов 3.16. «Или как выкидыш сокрыты, я не существовал бы, как младенца, не увидевшая света». Здесь плод матернию, тормоназмом младенцем, не увидевшим света. Для рассуждения на этой истины провожу еще несколько библейских текстов. Псалом 108.14. «Да будет воспомянута пред Господом беззаконие отцу его, и грех матери его да не изгладится». Ижекииль 18.2. «Зачем вы употребляете в земле Израилева эту пословицу, говора, отцы ели кистовиноград, а у детей называха скобины?» Исайя 45.10. «Горы тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня?» Слово «меня» в этом предложении включает все физические данные, характер и другое, производится отцом. Геремия 16.34. «Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерах, которые родятся на месте, и о матерах их, которые родят их, и о ботцах их, которые произведут их на всей земле. Тяжкими смертями умрут они». Зекииль, 16 глава, 44-45 стихи. «Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь. Ты – дочь мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, и ты – сестра – сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих, мать ваша хитянка, и отец ваш – Амары. Все эти места Писания говорят о передаче наследственности отцом и матерью, употребляя для мужа слово «беззаконие», а для жены – грех, для отца – применять слово «произвел», а для матери – «родила». Это происходит в различные периоды жизни ребенка. Впрочем, это не принципиальный вопрос, а вопрос рассуждений и исследования процесса и времени осквернения человека. Прекрасной иллюстрацией передачи наследственного греха и откровением о возникновении пороженного человеческого характера является начальной историей двух сыновей Исаака – Исава и Якова. Их судьбу священные Писания прошли же в это зачатие. Вот короткое изложение начала их существования в свете Слова Божия. Бытие, 21, 5 глава, 21-26 стихи. «И молился Исаак к Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала ревека, жена его, сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла попросить Господа. Господь сказал ей, два племени во чреве Твоем, и два различных народа произойдут из утробы Твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшим. И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматый, и нарекли ему имя Исау. Потом вышел брат его, держась рукой своей запятой Исаава, и наречил ему имя Яков. Чтобы правильно понять, что произошло с Яковым и Исаавом в отношении их характера и наследственности, надо вспомнить, что Бог не создает порочного характера. Екклесиаста 7.29. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Слова Екклесиаста «Бог сотворил человека правым» нужно понимать неоскверненным, чистым. Такое было начало, то есть сотворение духов человеческих, Якова и Исаава. Но при зачатии на естественном грехом по отцовской линии «Еще в очеве матери характера были испорчены». Почему написано «Сыновья в утробе ее стали биться». Эти слова не говорят о том, что они просто двигались или шевелились, как это бывает у беременных женщин, но утверждают, что это именно была борьба за первенство. Иначе Господь не сказал бы в книге Пророка Осия 12 глава 2-й 3 стихе «Но и с Иудой у Господа суд». И Он пощетит Якова по путям Его, воздаст Ему по делам Его, «Еще в очеве матери запинал Он брата своего, а возмужал боролся с Богом». Другой важный вопрос, который возникает при этом следующий «Сколько поколений поражаются грехом через продолжение потомства?» На этот вопрос ответил сам Господь, который однажды открыл Маисию свой характер. Книга Исход 34 глава 6-й 7 стихи «И прошел Господь пред лицом Его и возгласил «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячу родов, прощающий вину и преступлений и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». В этом тексте Писания Господь не расшифровывает закон, данный через Маисия, а говорит о своем характере и духовных законах действующих в мире. Эта мышь очень важна, потому что истина о нашей лиценности не принимается некоторыми христианами, так как ассоциируется с Маисеевым законом, который отменен римлянам 10.4, потому что конец закона Христос к праведности и всякой верующей. Да, закон Маисеева отменен, но духовные законы, установленные Богом, никто не отменял. Они действовали во время периода невинности, продолжали свое действие в период совести, не отменялись во время закона Маисеева, действуют и в настоящее время, во время благодати, в том числе и закон о наследственном проклятии. Поэтому, поставивши разницу между отмененным законом Маисеевым и духовными законами, действующими в мире, еще раз подтвердим истину о том, что грех, а вместе с тем и проклятие за грех, передается потомкам до третьего, четвертого рода. Книга, чисел 14, глава 17, два трестя стихи. И так, да ведь увеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь, долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступление, и неставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов и детях до третьего, четвертого рода. Из этого текста Писания, а также последующих стихов, начиная с 19-го, просматриваться очень ясно разница между теологией некоторых христиан и Божией истиной в отношении возьмите за грех. Они считают и учат, что если Бог простил, то уже не может быть наказания. Между тем, уже в отрезке Писания между 17-м и 23-м стихом 14-й главы книги Чечел Бог говорит, что-то не так. Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов и детских до 3-го, 4-го рода. И еще один стих. И сказал Господь Моисею, прощаю по слову Твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и пустыне, и сгушали меня уже десять раз, и не слушали глаза моего, не увидели земли, которой я скляткую обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее. Такое понятие, что прощенный человек, а мы понимаем, что если человек сожалеет, саден и кается, то Бог прощает его, не должен нести наказание, создает проблему для пастырей. Человек неоднократно впадает в грех, пощен с областью общества и однозначно на основании Слова Божия должен быть наказан, но он раскаивается перед церковью и члены церкви начинают против всякого наказания. Это не библейское учение, потому что в учении Христовом мы ясно видим ответ в этой проблеме. Евреям, 10 глава, 26-29 стихи. Ибо если мы, получив познание истины произвольно грешим, то не остается более жертва за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противнику. Если отвершись законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то сколь тягчайшим думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет. Конечно, здесь речь не идет о том, что у человека отнимается всякая надежность вечную, иначе Бог не призывал к покаянию отступников. Речь идет о суде Божьем воплоте. 1 Петра 4 глава 17-18 стихи. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если прежде с нас начнется, то какой конец непокарающимся Евангелию Божией? И если правильники два спасаются, то нечестивый и грешник где явится? Да и случай с Давидом подтверждает такое понимание проблемы прощения и наказания. 2 книга царь 12 глава 7-14 стихи. И тогда сказал Нафан Давиду, ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в цера над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего налона твоего, и дал тебе дом Израилю и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил тебе еще больше, зачем же ты пренеброг слово господа, и делал злоб от очами его, урыхи цияньна, ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом амонитян, и так не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренеброг меня, и взял жен урыхи цияньна, чтобы она была тебе женой, так говорит Господь, а вот я возвихну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будь он спать жженными твоими пред этим солнцем, ты сделал тайну, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем, и сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с себя грех твой, ты садившийся у тебя сын. Бог снял грех Давида, он не умер, но все произнесенное Богом проклятие легло на Давида и на дом его, он испытал это наказание в полную меру, определенную Господом. Проклятие имело силу последнего Ветхого Завета, когда Иисус Христос жил во плоти на нашей планете Земля, Марка 11, глава 12, 23, стихи, на другой день, и увидел издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ничего на ней, но пришел к ней, ничего не нашел, кроме листьев, и больше не время было собирание смоку, и сказал ей Иисус, отныне да не укушает никто от себя плода вовек, и слышали то ученики его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города, поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня, и вспомнил Петр говорит ему, рови, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус отвечает, говорит им, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горящий, поднимись и в вернущем море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Теперь посмотрим, как действует проклятие в Новом Завете. Для рассуждения берем текст Писания из пророческой книги Псалмова Давида, который процедовал апостол Петр в книге Деяния апостолов, Псалом 108, 5-16. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесну его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет грех, да будут дни его краткие, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою, да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих, да захватят, займадают все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его, да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, да изладится имя их в следующем роде, да будет воспомянута пред Господом беззакония отцов его, и грех матери его да не изгладится, да будет они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле, за то, что он не думал оказывать милость, но прищетовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Речь идет о проклятии дома Иуды из Кариотского, предавшего Иисуса Христа. Эти слова откровения Божия, апостол Петр отнес к Иуде по внушению Духа Святого и оставил для нас уже во время благодати. Деяние 1 глава 15-20 стихи. В те дни Петр встал посреди учеников и сказал, было же собрание человеку около 120, Можи, братья, надлежало исполнить тому, что в Писании предрог Духа Святой устами Давида Биуде, бывшим вождем тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребе и служение сего, но приобрел землю неправедной мзтою, и когда не взрынулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же Псалмам написано «Да будет двор его пуст, и да не будет живуща у нем, и достоинство его да примет другой». Картина ясна. Дух Святой рассказал о проклятии потомков Иуды за продательство Иисуса Христа. Несмотря на то, что грех был совершен Иудой, можно с полным основанием считать, что в следующее раду изреченным проклятием был истреблен весь его род. Сработал закон проклятия, простирающее свое влияние на потомков грешника до третьего и четвертого рода. В связи с этим еще раз хочется напомнить очередной текст Священного Писания. Исход 20-й глава 4-6-й стихи. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ровнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милых та тысячу родов, любящих меня, и соблюдающих заповедей моей». Мнимые противоречия текстов Писания, которое якобы противоречит мысли о наказании детей за вину отцов, является откровение, которое Господь дал пророку Езекиилю. Езекииль, 18 глава, 1-4 стихи. «И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израиля эту пословицу, говоря, отцы ели кисловиноград, а у детей на зубах оскомены? Живо я, говорит Господь Бог, не будут вперед говорить пословицу в Израиле. «И вобот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». Несомненно, что здесь кисловиноградом, который ели отцы, являют грехи и преступления, совершенные отцами, а оскомены на зубах у детей, названу проклятие и наказание, пастившее детей за вину отцу. Здесь Господь сам определяет, что будет удален этот закон, а на смену придет другой. «Живо я, говорит Господь Бог, не будут вперед говорить пословицу этого Израиля, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». Эти слова обетования об отмене наказания детей за вину отцу были произнесены в глубокие древности, но до сегодняшнего дня проклятия, произнесенные еще в Едемском саду, продолжают действовать, несмотря на то, что прошло время невинности и совести, закона Масяева, кончается время благодати, земли продолжают ползать на чреве, жены у болезни рождают детей, мужья у поделиться вкушают хлеб свой, а земля продолжает производить вулцей терны в обильном количестве. Если хотите коснуться народа израильского, то вспомните их судьбу, определенную перед дворцом Пилата их собственным поведением в отношении Иисуса, когда они неистов кричали «Да будет распит!» А когда Пилат заявил, что невиновен край праведника сего, то евреи сами навели на себя проклятие за пролитие невинной крови Господа словами «Кровь его на нас и на детях наших!» Проклятие постигло их, потому что они этого вожелали. Евреи были расчаяны по всей земле и ненавидимы, прожираемы всеми народами, против них каждое столетие буквально в каждом государстве писали указы, их убивали и уничтожали, не считали за людей. Это происходило не только в начале времени благодати, но и в конце, в период Второй мировой войны их расстреливали и жгли в крематориях, издевались в гетто, разбросанных по всей Европе. От их крови земля братских могил, куда их сбрасывали после массовых расстрелов, пропитывалась кровью, выступая на поверхности и так далее. Некоторые раввины, понявшие причину происходящего, в то время говорили, отцы наши не познали Мессию, пропустили его, теперь кровь его высыхивается с нас. Так почему не исполнилось пророчество изроченное Езекиилем? Или мы что-то не поняли как следует? Мы поняли правильно, что этот закон не должен действовать всегда, ибо Господь так сказал. Но некоторые исследователи Библии решили, что он перестал действовать скоро после изрочения пророчества Езекиилем. Они не заметили одной детали. Много лет раньше об этом пророчествовал Геремия с указанием признаков времени, когда это должно совершиться. Другие решили, что конец его действий настал с момента искупительной жертвы Иисуса Христа. Но земли продолжают ползать на крови, жены и сегодня в болезни рождают детей, мужья в поте лица укушают хлеб свой и возвращаются в прах, из которого взяты, а земля продолжает производить полные черты в обильном количестве. Мы рождаем детей с нашими порожными характерами. Следовательно, мы неправильно определили время, а лучше сказать, вообще не установили времени, к которым относится это определение. Пророчество Баскомни изрекалось неоднократно и не только пророком Зекиилем. Об этом явлении пророчества другой великий пророк Еремия, но более обширно и с указанием на время, когда это произойдет. Итак, читаем одно из пророчеств Еремии. Еремия 31 глава 23-34 стихи. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилю, впредь, когда я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово, да блаславит тебя Господь, жилища правды, гора святая, и поселится на ней Иуда, и все города его вместе, земледельцы ходящие со стадами, ибо я напаю душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я защит дом Израилев и дом Иудин щеменем человека и щеменем скота, и как я наблюдал за ними и скорбящая и сокрушая и разрушая и погубляя и повраждая так буду наблюдать за ними созидая и насаждая говорит Господь. В те дни уже не будут говорить отъели кислый виноград а у детей на зубах оскомина, но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград вот он у зубах и оскомина будет. Вот наступают дни говорит Господь когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет не такой завет какой я заключил с отцами их в тот день когда взял их за руку чтобы вывезти их из земли египетской тот завет мы не нарушили хотя я оставался в саджи с ними говорит Господь но вот завет который я заключу с домом Израилевым после тех дней говорит Господь вложу закон мой во внутренности и на сердцах их напишу его и буду им Богом они будут моим народом и уже не будут учить друг друга брат брата и говорит познайте Господа ибо все сами будут знать меня от малого до большого говорит Господь потому что я про беззакония их и грехов их уже не воспомяну более 29 30 стихи выше проведенного пророчества непосредственно и без всяких изменений соответствует пророчеству Иезитиля но оно находится в центре других пророчеств истин которые говорят о том что это произойдет тогда когда Израиль будет возвращен из плена Иерусалим будет стоять безопасно с домом Израиля и Иуды будет заключен новый совет взамен нарушенного гипетского греха и беззакония будут прочены чего мы этого и что не видим Израиль не принял Иисуса Христа как своего Мессию и находится в грехах Он по-прежнему надеется на закон Мессию потому что не захотел войти в узы нового завета посредством крови Иисуса Христа и другое следовательно закон о проклятии продолжает действовать А теперь А теперь ворот и от башни анонои до царских точил и будут жить днем и проклятия не будет более но будет стоять Иерусалим безопасно почему же в то время не будет проклятия ответ дает сам господ через пророка Захарию 13 глава 2 стих И будет тот день говорит господ Саваоф Я истреблю имена идолов с этой земли и они не будут более упоминаемы а равно как лжепророков и нечистого духа удалю из земли Это будет время тишилетнего царства ибо только тогда как отмечено выше Господь будет царом над всей землей В тот день будет Господь един и имя его едино Да и касательно нечистых духов которые стоят написано так Откровение 20 глава 1-3 стихи И увидел я ангела сходящего с неба который имел ключ от бездны и большую цепь руке своей Он взял дракона змея древнего который есть дьявол и сатана и сковал его на тысячу лет и низверг его бездну и заключил его и положил над ним печать дабы не пролщал уже народы доколе не окончится тысячу на малое время Это тек заключения дьявола в бездну Еще один аргумент и еще он на откровение в пользу мнения о том что закон о виноградной оскомине или устранении родового проклятия будет уничтожен во время тишлетнего царства А сегодня он действует Это нужно знать чтобы самим не подпасть под него и своей нечестивой жизнью не на весь проклятие на своих потомков А теперь давайте поговорим об этой истине с точки зрения искупления Господом человеческого рода Ибо эту истину нельзя ставить на втором плане Искупление и усыновление ядро Евангелия Ведь основная цель первых пришествий Иисуса Христа на землю искупление падшего человечества от греха и смерти Галатам 13 Христос искупил нас от клятвы закона сделавшись за нас клятвою Ибо написано проклят всяк весящий на древе Это откровение Божие говорит о том что наше проклятие принял на себя Христос и это несомненная истина в которой никто не сомневается Тогда на чем базируется сегодня проклятие где он находит в себе место и почему Все дело в том что искупление человека которое состоит из духа души и тела совершено на Голгоф единым пронесением тела Господа Иисуса Христа в жертву за наши грехи и преступления более двух тысяч лет назад Но происходит это во время нашей жизни на земле в два этапа которые во времени очень часто находятся на большом расстоянии друг от друга Дух получает искупление и усыновление во время покаяния а плоть будет искуплена и усыновлена во время пришествия Господа про воскресение мертвых или преобразование тел живых оставшихся на земле до восхищения церкви Посмотрим подвергается ли только что отмеченное нами истинно Словом Божьим Для рассуждения возьмем следующий текст Римлянам 8 глава 1 13 стихи И так нет ныне никакого осуждения тем которые во Христе Иисусе живут не по плоти но по духу потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти как закон о слабом плоти был бессилен то Бог послал Сына Своего подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти чтобы оправдание закона исполнилось в нас живущих не по плоти пойти и плотком помышляют а живущие по духу о духовном помышление плотские суть смерти а помышление духовные жизнь и мир потому что плотские помышления суть вражда против Бога ибо закон Божию не покараются да и не могло потому что живущие по плоти Богу угадить не могут но вы не по плоти живете а по духу еще только дух больше живёт если кто Духа Христова не имеет он его а если Христос у вас, то тело мертвое для греха, но ты ужил для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых, оживет и ваше смертное тело, духом своим живущим в вас. Итак, братья, мы не должны кеплоти, чтобы жить по плоти, и вы если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщаете дела плотские, то живы будете. Здесь отображено две составляющие части нашего естества, дух и плоть. Вся мысль этого текста заключается в предупреждении христианам, чтобы они не жили по плоти, и вы если живете по плоти, то умрете, и вы живущие по плоти, Богу гадить не могут. Почему? Потому что во плоти апостол Павел видит иной закон, противоборствующий закону ума, духа, и делаешь человека пленником закона Гороховного. Павел в отчаянии восклицает, бедный я человек, кто избавит меня от чего тело смерти? Римлянам, 7 глава, 24 стих. Теперь посмотрим, что тот же самый апостол Павел говорит о нашем духе. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Итак, наш дух жив. Жив для праведности Иисусом Христом. Наш дух не только воскрешен Иисусом Христом для новой жизни, но верой уже посажен на небеса. Ефесянам, 2 глава, 5-6 стихи. «И нас, мертвых по преступлению, оживотворил со Христом, благодати выспущены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Поэтому Павел акцентирует внимание на духовном человеке, который уже искуплен, и увещавая утешает говора. 2 Коринфянам, 4-16. Почему мы не унываем? Но если внешне наш человек и тлеет, то внутренне со дня на день обновляется. И опять апостол Павел указывает на различные положения нашего духа и тела. Внутренний человек молодец каждый в нем, а физически разрушается, потому что в нем живет грех, а там, где грех, там смерть и страдания, сопротивление чистому и святому. Ибо плод желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распыр, разногласия, соблазны, ерощи, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступаю еще так, царствие Божие не наследует. Вот почему нашему духу так труд жить в теле. И Павел говорит Римлянам, 8 глава, 2, 2, 3, стихи. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стянает и мучится до меня. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Оказывается, что тело наше не усыновлено, оно находится под проклятием, и наше что-то означают слова «ожидая усыновления», искупления тела нашего. И не только этот текст говорит о будущем усыновлении, но и следующий, филиппийцам 3, 21, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славного тела его, силою, которой он действует и покоряет себе все. Итак, мы ждем пришествия Господа и воскресения мертвых, воскресения жизни, первого воскресения. Этого момента очень ожидает наш дух, который уже сегодня жил для Господа, воскрешен для вечной жизни. Итак, если вы воскресите со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесну и Бога, а горним помышляйте о неземном. Плоть же наше, которое в сегодня существующем виде не наследует царствия Божия, как написано. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать царствия Божия, и тление не наследуют не тление. Если бы она была искуплена и усыновлена, то ради чего бы она враждовалась нашим духом? «Лечу надавно было в распинате, как сказал апостол Павел 1 Коротфян 9, 27, но усмираю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Или еще одно местописание. «Но те, которые христовы, распяли плод со страстями и похотями». Галатам 5 глава 24 стих. Вообще-то все дело заключается не в самом теле, а во влиянии бессоусского мира на нашу плоть. А в некоторых случаях, в присутствии демонических духов в ней, которые живут в тех членах тела, которыми совершается определенный грех, Рыбинам 7, 23, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Надо сказать, что богословы и следуя Писания делают разницу между словами плоть и тело, понимая под плотью греховную натуру человека. А под словом «тело» имеется в виду наш физический человек, который рассматривается как первоначальное творение Божие, соответствующее стандарту, который был свойственен первому человеку Адаму до его грехопадения. Поэтому мы должны заботиться о своем теле, не считать его своим врагом, но не поддерживать его греховной склонности умерщвлять их, как написано в Колоссянам 3, глава 5, 7 стихе. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий градет на сыну противление, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Поэтому, когда наш усыновленный Дух наполнен Духом Святым, плоть наша, если даже в ней действуют определенные похоти, молчит и является как бы мертвой, не может проявить себя, потому что контролируется Духом и Духовными законами. Но если Дух ослабевает и уходит под контроль Духа Святого, тогда плоть возвышается и подвергает давлению наш Дух, чтобы Он стал жить по плотским законам. Впрочем, в некоторых текстах Писания между плотью и телом не ставится никакой разницы. Одним из этих текстов является следующее. «Но усмираю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим самому не остаться недостойным». Здесь вроде бы нужно было написать «порабощаю плоть мою», но Павел здесь не поставил никакой разницы между плотью и телом. Для него это одно и то же. Поэтому эти два слова должны рассматриваться непременно в контексте. Иначе можно упасть в заблуждение и изнурять тело свое без всякой разумной пользы, что подчеркнуло это Писание. В послании к Лосянам во 2 главе 18, 23 стихом. «Никтуда не обольщает вас самовольным смирно мудрым и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрастутно надмиваясь плотским своим умом. И не держать главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущего мира, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления, по заповедям и учению человеческого? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смирно мудрее и изнурении тела, в некотором неброжении о насыщении плоти. Кстати, это второй текст, где не ставится разница между понятиями плоти и тела. Теперь обратим внимание на одно местописание, которое отражает окончательную победу Господа над грехом и смертью. «Говорю вам тайну, не все мы умрем. Но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертии. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Здесь Павел говорит восхищение церкви и воскресение мертвых. Окончательная победа совершается по воскресении мертвых и проображении живых, потому что слова «тленному сему» надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертии никак не относятся к нашему духу, потому что дух бессмертен. И как только во время смерти он выходит из тела, то сразу же отправляются в рай, речь идет о спасенных людях. А плоть отправляется в землю, в прах, как написано в Бытие 3.19. «Опот лица твоих будешь есть хлеб, доколь не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И еще один тих, Иклесиаста 12.7. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Здесь нет разницы между спасенными и неспасенными людьми. Разве только в том, что умершие в нечастие отправляются в ад. До времени воскресения мертвых тела усопших святых находятся во власть в тлении смерти, а царство дьявола. Вот почему мы только еще ожидаем – искупление, усыновление тела нашего. Оно будет искуплено и усыновлено во время восхищения и воскресения, когда сбудется надежда сонмов святых. Ибо Писание глубокой древности возвещало об этой окончательной победе над дьяволом и смертью, многочисленными пророческими изречениями и свидетельством библейских мужей древности. Вот некоторые из них. Иоанн 14 глава 12 стих. Так человек ляжет и не встанет, до скончания неба он не пробудется и не воспрянет от сна своего. Далее Исаия также не умолчал об этой победе над смертью. 26 глава 19 стих. «А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахи, ибо роса твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов». Иисуса Христа тело также воскресло, потому что в гробу нашлись только одни пельны лежащие. «Но Петр встал и побежал к гробу, и, наклонившись, увидел только пельны лежащие, и пошел назад, девясь сам себе происшедшему» – Лука 24 глава 12 стих. «Это я говорю потому, что многие христиане верят, что Бог даст им новые тела, а тела, которые погребены были, они просто исчезнут, превратившись в прах. Если это так, то никакого воскрешения нет, потому что воскресить может только умершее, а полученное новое – это невоскрешенное. И если бы это было так, то если бы Бог не преобразовал бы эту старую храмину в новую, духовную и совершенную, тогда никогда не было победного вопроса – ад, где твоя победа. Ад, во главе с дьяволом, сразу показал бы нам рождество тел, превращенных в прах навеки и оставшихся его достоянием. Да и нельзя было, апостол Павл, допустить такую серьезную технологическую ошибку и заявить на все времена для всех поколений христиан, что Бог преобразит смертное тело в славное» – Филиппийцам, 3 глава, 20-21 стихи. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Но Павел написал именно так, что Бог преобразит наше уничиженное тело, в котором мы теперь находимся, в славное. «Это будет момент усыновления и искупления нашего тела. В настоящее время оно искуплено и усыновлено в надежде, которая еще не свершилась во времени. Вот тогда смерть и проклятие не будут иметь над нами никакой власти. А пока мы уверены, что нам положено умереть, а смерть – это проклятие. И зачем тогда было бы ее уничтожать, как врага? Нельзя говорить о полном отсутствии проклятия, хотя многие проклятия мы носим в себе по неверию, от незнания Слова Божия, от неспособности освободиться из дьявольских уст проклятия. Что я здесь имею в виду? Мы все в свое время умрем по какой-то причине. Умрем потому, что по нашлицу смерть Черезадама, который первый был заражен грехом и смертью, перешла в нас. Кто-то из нас умрет от определенной болезни, кто-то погибнет в катастрофе, кто-то уйдет в вешность от насильственной смерти, отдать свою жизнь за Господа. А если смерть – это проклятие, то мы их унизбежим, ибо нам положено умереть. Если болезнь, которая в принципе тоже является проклятием, преследует нас по этой же причине, как и апостола Павла, чтобы не возгордился, то мы ее тоже неизбежим. Хотя в данном случае уже можно так сверду не говорить о неизбежности этого проклятия, освобождающей от гордости и невыженности проклятия за нее. Но Бог знает, сможет ли человек устоять против этого первого мира греха, поэтому и допускает присутствие в теле той или другой болезни. Всем остальным причинам для проклятия, при правильном подходе к решению этого вопроса, не должно быть места в жизни человека. Ибо эти проклятия очень часто превращают жизнь человека в кошмарное существование по причине неправильного понимания ситуации. Мы очень часто страдаем от того, что думаем, что Господь хочет видеть наши страдания, что Господу это угодно, хотя причиной для этого бывают грехи предто и заработанные ими проклятия, от которого нужно отказаться во имя Иисуса Христа, разорвав связь с ним. Итак, еще раз повторим эту важную реальность нашего искупления, лежащую при мудрости Божией. Господь по мудрости Своей создал нас состоящими из духа и тела. Он предвидел наперед, что человек попадет в сети дьявола и станет достоянием смерти и тления. Поэтому он назначил спасти нас в два этапа. Сначала воскресить дух наш от мертвых дел, Ифасянам 2 глава 5-6 стих, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спащенны, и воскресил с ним, посадил на небесах во Христе Иисусе. Затем Господь в борьбе с грехом и плоти закаляет наш дух, совершенствует его, расти духовным возрастом. Доколе вообще пройдем в единство веры и познание Сына Божия у Мужа Совершенного, у меру полного возраста Христова. Ифасянам 4-13. Ибо Диане Апостол 14 глава 2-20 говорит, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, а во плоти наше совершается над каждым человеком приговор Божий в отношении «возьмите за грех» и в общем смысле слова, ибо «возьмите за грех смерть» и за произвольные грехи, которые мы совершаем сознательно. Евреям 10 глава 26-30 стихи. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвой за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противников. «Если отверстия законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то сколько чахтайшему думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отпущение, я вас дам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой. Страшно упасть в руки Бога Живого». И еще один текст Писания, который говорит о зазначении нашей плоти до восхищения. У ней совершается суд над нашим беззаконием. «А я отсутствую телом, но присутствие у вас духом уже расшил, как бы находясь у вас, сделавши такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обше с моим духом, с силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». 1 Коринфянам, 5 глава, 3-5 стихи. Эта истина настолько важна, что я провожу еще один текст Писания на эту тему. 1 Коринфянам, 11 глава, 27-32 стихи. «Почему? Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот и ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будут же судимы, наказуемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. А затем, воздавши, возьмите за грехи человека в плоти его и скупить, и усыновить наше тело в день воскресения или восхищения Церкви». Все эти тексты свидетельствуют, что во плоти до определенного времени совершается суд из-за грехи, садиланной после покаяния сознательно. Она находится под проклятием. «Тела наши являются храмом и должны освящаться. Тем не менее, несмотря на откровение, что наши тела находятся под проклятием, они являются храмом Духа Святого». 1 Коринфянам 6.19. «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» На первый взгляд мы соединяем несовместимые вещи. Тело, находящееся под проклятием, является храмом, живущего у не Святого Духа. И кто-то вполне может заявить, что такое невозможно, но Павел здесь утверждает тем, что убеждает Коринфянам не грошить, не жить по Богу, чем плоти. 1 Коринфянам 6.15.16. Разве не знаете, что тела ваши, суть, члены Христовы, и так отнимут ли членов Христа, чтобы сделать их членами блудницы, да не будет? Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становятся одно тело с нею, ибо сказано, два будут одноплость? Продолжение его мысли таково. Освобождать себя до греха. Не давайте ему проявляться. Не горчайте Духа Святого, потому что вы его храм. 1 Коринфянам 6.18. Бегайте блуда. Вся грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грошит против собственного тела, потому что кто не умрет для греха, не сможет воскреснуть в день воскресения. К тому же Дух Святой не будет жить в том сердце, которое не ведет борьбу с грехом, ведь он дает человеку для того, чтобы помочь ему одержать победу над грехом, проявляя себя в российских трудных ситуациях в соответствии с необходимостью. Примером такого взаимоотношения, когда Бог живет в несовершенном храме, который материален и разрушается, почему нуждается в уходе и ремонте, является ситуация с Соломоновым храмом, где находился Ковчег Завета во время цара Иоаза. Четвертая книга царств, 12 глава, 4-8 стихи. И сказал Иоаз священникам, «Все серебро посвящаемое, которое проносит в дом Господень, серебро от проходящих, серебро выносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце, пронеси в дом Господень, пусть берут священники себе, каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденные в храме, где найдется повреждение». Но как до 23-го года цара Иоаза, священники, не исправляли повреждения в храме, то царь Иоаз позвал священника яда, и священникам сказал им, «Почему вы не исправляете повреждения в храме? Не берите же отныне серебро у знакомых своих, а на починку повреждений в храме отдайте его». И согласились священники не брать серебро у народа на исправление повреждений в храме. О чем говорит этот текст? О том, что ковчег завета не нуждался в ремонте, а храм с его постройками нуждался. Потому и наш храм, тело наше, в котором живет Христос через Дух Святой, нуждается в очищении и преобразовании. Освобождаясь от грехов, мы освобождаемся от проклятия. Нельзя жить во грехе и быть свободным от проклятия. Теперь подведем итог нашим рассуждениям и утащим некоторые детали в вопросах проклятия. Грехи проклятия, от которых нельзя избавиться в этой жизни, те, которые Бог изрог в Едемском саду. От них будем свободны только в вечности, но это относится к нашему телу, а не духу. От остальных проклятий. Проклятие за колдовство предков, разбойную и развратную жизнь. Проклятие через колдовство, напорчу или смерть, бесплодие, разрушение брака и другое. Нужно освобождаться, несмотря на то, что в большинстве своем они относятся к плоти. Потому что Бог не желает, чтобы люди жили в кошмарах различного рода проклятия и передавали своим потомкам порожный фундамент через наследственность и пробретенные личные грехи. Здесь нужно поставить разницу в понимании этих проклятий. Проклятие, которое придется нести до самой смерти и умереть от них. Бог поможет перенести так, чтобы наш внутренний человек усовершенствовался, но не был сражен так, чтобы потирать жизнь вечную. Другого же рода проклятия не должны иметь места в жизни христианины, потому что они пришли через предков от третьего и четвертого рода, являясь дополнительным бременем. Поэтому и подход для освобождения несколько отличается от вышеуказанного. От этих проклятий нужно отрекаться сознательно и устами, и с глубины сердца, потому что они были вынесены уже из рода через личное обращение к дьяволу. Например, может быть, обращение к культным силам, колдовство, чародейство, белые и черные магии и другие. Вот примерно эту тему. Бытие, 20 глава, 2-18 стихи. «И сказал Авраам о саре, жене своей, она сестра моя. И послал Авемелех царь Герарский, и взял сару. И пришел Бог к Авемелеху ночью во сне и сказал ему, а вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. Авемелех же не прикасался к ней и сказал, владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне, она сестра моя? И она сказала, он брат мой, и я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне, и я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха передо мной, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, и вон пророк, и помолится тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. И встал Авемелех утром рану, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сие в уши их, и люди сие весьма испугались. И призвал Авемелех Авраам и сказал ему, что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мной дела, каких не делают. И сказал Авемелех Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это дело? Авраам сказал, я подумал, что нет на сем месте страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинная сестра мне. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей. И сделалась моей женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей, и делая со мной еще и милость, в какое не пройдем мы место, везде говорили обо мне, это брат мой. И взял Авемелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму. И возвратил ему Сару, жену его, и сказал Авемелех, вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно. И Саре сказал, вот я дал брату твоему тысячу секлей серебра, вот это тебе покрывало для чей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авемелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать, ибо заключил Господь всякое черево в доме Авемелеха за Сару, жену Аврааму. Через страх Авраама дьявол посредством Авемелеха получил доступ разрушить брачный союз Авраама с Сарой, разрушить их семью. Бог, несмотря на слабость Авраама, был на его стороне и проклял дом Авемелеха, поразив всех людей бесплоден. Что означало в дальнейшее время полное уничтожение. Авемелех еще не знал о том злом роке, который был уготовлен ему, его семье, его домочадцам и рабам, ибо заключил Господь всякое черево в доме Авемелеха за Сару, жену Аврааму. Бог мог бы различными способами вернуть Сару Аврааму, но он хотел, чтобы, раскаившись, Авемелех сам сделал это. Через откровение Божие во сне ночью Авемелех узнал, что он приговорен к смерти. И пришел Бог к Авемелеху ночью во сне и сказал ему, «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авемелех сразу же пришел в страх, и Бог, зная его искренность, предложил ему возвратить Сару. И сказал ему Бог во сне, «И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней». Исправить положение только с Богом Авемелех не мог, хотя на первый взгляд это было вполне возможным. Но Бог потребовал официально исповедать грех перед народом и Авраамом, а также заступческой молитвой Авраама. «Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». В этой истории изложен поставленный Богом порядок покаяния и отречения. Авемелех не только сердцем тайно исповедует свой грех, но и устами. И встал Авемелех утром рано и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сие в уши их, и люди сие весьма испугали. Что говорил Авемелех своим людям? Он рассказал всем о своем грехе исповедания и о тех последствиях, которые постили весь народ из-за его греха. Кстати, что имеется в виду по словам исповедания? Толковый словар Ожогова и Шведова говорит, что исповеданием называется признание во своих грехах перед священником, отпускающим грехи от имени Бога и Церкви, церковное покаяние. Откровенное признание в чем-либо, рассказ о своих сокровенных мыслях, взглядах. Конечно, мы не отпускаем грехи, это делает только Господь, но в остальном это определение довольно точное. Исповедание – это откровение о своих тайных грехах и мыслях перед человеком, в большинстве случаев перед священнослужителем, для конкретной ходатайственной молитвы пред Господом о прощении этого греха. То же самое подтверждают и тексты Писания. Иисус Навин, 7 глава, 19 стих. «Тогда Иисус сказал Ахану, «Сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилеву, и я делаю пред Ним исповедание, и беби мне, что ты сделал, не скрой от меня». Здесь отмечены два этапа исповедания. Признать перед Господом, что поступок является грехом. Ибо в некоторых случаях, когда мы совершаем определенные действия, мы не считаем их грехом. И только после вмешательства Божия, через Слово Божие, у нас открываются глаза, и мы начинаем сожалевать и раскаиваться в содеянном. Вторая часть. Рассказать об этом священнослужителю или другому человеку, свободному от подобного греха, для победы над собственной гордостью и для ходатайственной молитвы. Именно две эти особенности исповедания были подмечены Иисусом Набиным Требваника Ханом. Возвращаясь обратно к конфликту между Авимелехом и Авраамом, видим, что Авимелех налаживает отношения с Авраамом, выясняя все детали этого преступления. «И призвал Авимелех Авраама и сказал ему, что ты с нами сделал. Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты делал со мной дела, каких не делают». И сказал Авимелех Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это дело. Следующий шаг, один из главных в этом событии. Авимелех публично отказывается от предмета своего греха. И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. Это все было сделано не где-то в тайной комнате, но в всем народе. При этом Авимелех заявил Саре, вот я отдал брату твоему тысячу секлей серебра. Вот это тебе покрывало для чей предсеми, которые с тобою, и предсеми ты оправдан. И здесь Авимелех не только попросил на словах прощения, но и попытался умилостивить лицо Авраама подарками, то есть добрыми делами. Далее следует один из сильнейших моментов этой истории, который не практикуется нами в служении освобождения. Это может относиться только к верующим людям. Молитва обиженного человека за своего обидчика. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову. Конечно, молитва служителя является обязательной, но искренне молитва пострадавшего человека за своего угнетателя и имеет также огромную силу. Следующей иллюстрацией отречения и покаяния может быть финал истории с Иовом. 42 глава, 1-8 стихи. И отвечал Иву Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто еще, помрачающе провидение, ничего не разумеет?» И так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. «Выслушай, — взывал я, — и я буду говорить, и кто буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрыкаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И было после того, как Господь сказал словате Иову, сказал Господь Елефазу Фимонетянину, «Гарит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе всем тельцу и всем овну и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов пополится за вас, и бутульку лица его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». У самого большого человека, праведника, Бог видит недостатки. Обнаружил он их и в Иове. После беседы с Господом Иов увидел свою неправоту и исповедовал свой грех словами. «Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Далее последовало отречение, поэтому я отрыкаюсь. И покаяние, которое выражено в Писании так, и раскаиваюсь в прахе и пепле». Почему же так важно перед Господом отречься от своих грехов и мертвых дел, не только внутри своего сердца тайного, но и открыто перед всем? Это также весьма важная часть евангельского учения, которое имело место в служении Иисуса Христа. Посмотрим некоторые примеры из служения Господа. Марка, 10 глава, 46-52 стихи. Приходит в Герихон. Иисус остановился и велел его позвать. Шлепой говорит ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Шлепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Вопрос. Зачем было Иисус спрашивать у шлепого человека, что он хочет от него? Второй текст. Матфея, 20 глава, 29-33 стихи. «И когда выходили они из Герихона, за ним следовало множество народа. И вот двое шлепых, сидевшие у дороги, услышавшие, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» И Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Зачем было Иисусу спрашивать у шлепого человека, что он хочет от него, как Сын Божий? Он знал нужды человеческие, тем более, когда речь шла о шлепых людях, что они могли просить, кроме открытия зрения. Но Христос хотел, несмотря на свои знания, чтобы шлепые словами вслух всех выразили свою нужду. «Чтобы разобраться в этой ситуации, нужно провести на память еще один текст Писания» Матфея, 12 глава, 36-37 стихи. «Говору же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Здесь Иисус Христос обратил пристальное внимание на произносимые нами слова, указав на то, что мы от своих слов осуждаемся или оправдываемся. И если отметить, что наши слова – звуковой эквивалент мысли, то сможем увидеть, что довольно часто мы думаем одно, а говорим другое, то есть употребляем нашу свободу говорить для прикрытия зла, как сказал апостол Петр, 1 Петра 2,16. До высказывания определенной мысли вся работа происходит внутрь нас. Мы, как написано, сортируем мысли, пришедшие в наш разум и сердце, выбираем приемлемое для нас, притча 20 глава, 5 стих. Помыслы в сердце человека, глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Затем мы останавливаемся на определенной мысли, признаем ее нужной для нас данной ситуации и материализуем ее, то есть высказываем. Делаем ее доступной для других людей. Бог в это время наблюдает за мотивами нашего поступка на соответствии мыслей и слов и дает нам имя согласно высказанных слов – честный, грубиян, лукавый, лжец и так далее. Для иллюстрации данной истины рассмотрим ситуацию Анании и Сафиры. Деяние, 5 глава, 1, 11 стихи. Некоторый же муж именем Анании с женой своей Сафирой продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть пронес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал Анании, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И пробретенной продажей не у твоей или власти находилось? Для чего же ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышавшие слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И вставшие, юноши приготовили его к погребению и вынесшие похоронили. Часа через три после чего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажите мне, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши вошедшие нашли ее мертвую и вынесшие похоронили под лимужей ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Если в отношении Анании ничего не сказано о шансах на спасение за выданную ложную информацию, Бог сразу поразил его, то у Сафиры этот шанс был. Ни Бог, ни апостолы, ни другие христиане не требовали от Анании Сафиры продажи их имения. Но так как многие это сделали во имя Господа, то не хотели уронить своего достоинства и Анании Сафиры. Их гордость не позволяла им сделать это. Они тоже продали свое имение, но утаили часть вырученной цены. Они не имели таких возвышенных чувств, как другие, но перед людьми не хотели показать свое настоящее лицо, для чего прибегли к лжи. Но обман не может скрыться пред лицом Божиим. И Господь обнаружил это через Петра. И когда Сафира предстала перед Петром, то Петр задал ей вопрос, за столько ли вы продали землю. Петр мог бы сразу обвинить Сафиры во лжи, но он хотел слышать от нее лично о сумме, вырученной от продажи имения. Это был не принцип Петра, а принцип Божий, о котором говорилось выше на примерах поведения Иисуса Христа. После заданного Петром вопроса наступило короткое время выбора для Сафиры. Назвать правильную сумму, вырученную от продажи имения. Сказать, что часть этой суммы они оставили для себя, а стать честной христианкой пред Господом и продолжать жить. Или же продолжать обманывать, укороняться в лжи и погибнуть. Конечно же, она, они и Сафиры не думали, что суд будет таким строгим. В эти короткие мгновения времени решалась судьба Сафиры, и она завершила от ее слов. Она сказала «да» за столько. И мгновенно сказанные ею слова подтвердили и утвердили ее как лжеца, и внудили Господа на основании ее слов дать ей имя, обманщица, и совершить суд над нею. Если бы в это короткое время выбор ответа для Петра Сафира сказала правду, то никто не судил бы ее, и она продолжала бы жить, освящаться, радоваться в присутствии Божьем, а впоследствии перешла бы грань этой временной жизни для жизни в вечности со Христом. Но точка в ее судьбе была поставлена Господом на основании ею высказанных слов. Исполнилось слово Писания. И оба от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Вот почему высказанные нами в слух других людей слова имеют решающее окончательное значение перед Богом для вынесения оправдания или осуждения. Следующая очень важная мысль заключена в следующем изречении Священного Писания. Экклесиаста, 5 глава 5 стих. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим эту ошибку. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Наши неправильные и несправедливые слова являются грехом, в которых нужно каяться, а не ошибкой, на которую не следует обращать внимания, потому что они являются следствием в состоянии нашего сердца. А исходящее из уст, из сердца исходит, сия скверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Каковы наши слова, таковы и мы, таково наше сердце. А следовательно, от наших слов зависит благословение и проклятие, успех и поражение, разрушение Господом наших дел и созидание их по нашей вере. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. И ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. Приджи. 23 глава, 7-8 стихи. Что касается греха уст наших, то здесь особое место занимает проклятие, изреченное устами. Если бы это было не так, то Иисус не предупреждал бы римлянам, 12 глава, 14 стих. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Если Господь сказал не проклинать, а мы это делаем, то за нашими словами не может стоять Дух Святой, а демонический Дух. И все, что мы израхли словами, Дух Дьявола будет делать, если человек и служил этому. В то же самое время не надо бояться незаслуженных проклятий, потому что они не сбудутся. Приджи. 26 глава, 2 стих. Как воробей спорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Признаки некоторых проклятий, от которых нужно отказываться и разрывать их в плен. Для определения некоторых признаков проклятия прочитаем один из текстов Писания, который говорит о наследственном проклятии за грехи предков. Плачеремия, 5 глава, 7 стих. А ци наши грешили, и их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Эти слова были сказаны Духом Святым через пророка Еремии, через которого было изречено и слово о виноградной оскомине. В данном месте Писания речь о наследственном проклятии окружена житейскими признаками проклятия, которые делают жизнь гораздо более тяжелой, чем определил Бог в Едемском саду после грехопадения первых людей. Об этом читаем в следующем тексте. Плачеремия, 5 глава, 7-17 стих. «Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Прозри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим. Домы наши киноплеменны. Мы сделали с широтами, без отца. Матери наши, как вудовы. Воду свою пьем за серебро. Дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею. Мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ащериянам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили, их уже нет. А мы несем наказание за беззаконие. Рабы господствуют над нами. И некому избавиться от руки их. С опасностью жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернила, как печь от жгучего голода. Жен бесчестят на сионе. Девец в городах иудейских. Князья повешены руками их. Лица старцев неуважены. Юноши берут к жерновам, и от руки падают под ножом ядром. Старцы уже не сидят у ворот. Юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего. Хороводы наши обратились в считывание. Упал венец головы нашей. Горы нам, что мы согрешили. Отчего-то изнывает сердце наше. Отчего померкли глаза наши. Для удобства понимания проявления в жизни народа, проклятия на каждый библейский текст, говоря о определенной его форме проявления, я провожу короткое объяснение. Первое. Наследие наше перешло к чужим. Домы наши киноплеменным. Экспроприация. Проднудительное отчуждение. И изъятие собственности. Второй вид проявления проклятия. Мы сделали с широтами, без отца. Матери наши, как вдовы. Заключения в тюрьме и трудовые лагера без причины и вины. Когда при живых родителях дети становятся широтами полностью или частично, а мужья и жены вдомами и вдовцами по причине насильственного рассоединения. Третье. Воду свою пьем за серебро. Дрова наши достаются нам за деньги. Отнятые у нас насильственно, необходимые для жизни, приходится покупать за деньги, как чужое. Четвертый пункт. Нас погоняет в шею. Мы работаем и не имеем отдыха. Труд без меры. До изнеможения. На уровне наказания. Без возможности полноценного отдыха. Пятое. Протягиваем руку к египтянам, к аширианам, чтобы насытиться хлебом. Не можем собственным, даже непосильным трудом, иметь материальный достаток. Просим помощь через рубежа. Шестой пункт. Рабы господствуют над нами, и никому избавить от руки их. Люди, мертвые по грехам и преступлениям, рабы греха, господствуют над нами, имеющими жизнь вечную и являющимися детьми Отца нашего Небесного. Седьмой пункт. С опасностью жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе. Отправляемся на заработки в опасные места других стран, где часто существует постоянная угроза жизни. Восьмое. Кожа наша почернела, как печь от жгучего голода. От тяжелой работы имеем изможденный вид, который мраком отражается на нашем лице. Девятый пункт. Жен бесчестят на Сеоне. Девять в городах иудейских. Разрад и насилие, царствующих в государстве. Неспособность правоохранительных органов защитить и безопасить от насилия своих граждан. Десятое. Князья повешены руками их. Достойные люди, имеющие вес в обществе и авторитет, уничтожаются преступным образом. Одиннадцатый пункт. Лица старцев неуважены. Нет уважения в обществе к пожилым людям. Двенадцатый пункт. Юноши берут к жерновам, и отраки падают под ношами дров. Непосильный, пронудительный труд с малолетнего возраста для уничтожения. Тринадцатый пункт. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Отсутствие свободного времени у людей всех возрастов для пения и отдыха из-за греха и изнурительного труда. Четырнадцатый пункт. Прократилась радость сердца нашего. Хороводы наши обратились в сетование. Нет ничего радости. Всякая попытка приобрести радость приводит к неудаче и еще большему унынию и разочарованию. Пятнадцатый пункт. Отсего то изнывает сердце наше. Отсего померкли глаза наши. Сердце постоянно заполнено душевной болью. От этого человек не видит ничего радостного в жизни. Хотя на самом деле радость существует. Конечно, все эти отрицательные явления могут иметь место в жизни и по другим причинам. Но они также могут являться и указанием на наследственное проклятие. Следующим текстом Писания, указывающим на особо мерзкие грехи пред лицом Господа, за которые приходит проклятие на делу из таких, является местом Слова Божия. Из пятой книги Моисеевы, второзакония, двадцать седьмая глава, пятнадцать двадцать шестой стихи. Проклят, кто сделает из воянны или лит кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. Весь народ скажет аминь. Проклят злосновящий отца своего или матерь свою. Весь народ скажет аминь. Проклят, нарушающий межи ближнего своего. И весь народ скажет аминь. Проклят, кто слепого сбивает с пути. И весь народ скажет аминь. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову. И весь народ скажет аминь. Проклят, кто ляжет с женой отца своего. Ибо он открыл край одежды отца своего. И весь народ скажет аминь. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом. И весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет с сестрой своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей. И весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет с тещей своей. И весь народ скажет Аминь. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего. И весь народ скажет Аминь. Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную. и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто не исполнит слову законыщего и не будет наступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». Особо следует обратить внимание на 26 стих этого текста. Проклят, кто не исполнит слову законыщего и не будет поступать по ним, который уводит нас от конкретности, но указывает на общую проблему проклятия – нарушение Слова Божьей. Этот принцип действительен и во время благодати. Колоссянам 3, глава 5, 7 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнию Божий гройдет на сына упротивление, в которых и вы никогда обращались, когда жили между ними». И еще один текст на эту же тему. Послание к Галатам. Пятая глава, 19, 21 стихи. «Дела плоти известны, а не суть пролюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распры, разногласия, соблазны, ерыщи, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предвараю вас, как и прежде предварял, что поступающе так, царствие Божие не наследует». Оканчивая эту далеко не полностью изложенную тему, хочу сказать, что основанием для освобождения от всякого проклятия, в том числе и родового, является глубокое раскаяние в соделанных грехах и оставление их, что является большим миром решением нашей воли. А это решение приходит только тогда, когда наш разум просвещен Словом Божиим и Духом Святым, которые открывают для нас важность этого аспекта духовной жизни. К тому же Слово Божие открывает нам наши грехи, побуждая раскаиваться в них. Об этом Иисус Христос сказал так. Евангелие Тиана, 15 глава, 3 стих. «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам». Что означает выражение «через Слово»? Это значит, что Слово Божие открывает, что является грехом, и приводит к покаянию и уничтожению греха, пролитой кровью Иисуса Христа. Если только прочитать в Библии, что является грехом, и на этом остановиться, то никакого очищения не произойдет. Для уничтожения греха нужно покаяние в нем и отречения от него в такую меру, чтобы он больше не повторялся. Для того, чтобы на библейских примерах увидеть образцы глубокого покаяния, а Слово Божие говорит, что мы имеем в законе образец ведения истины. Рассмотрим некоторые примеры глубокого покаяния, которые производят преображение нашего духа и обращают нас от тимы к свету, от власть затонных к Богу, делают нас свободными от греха и смерти. Первое место. Иои, 2 глава, 12-13 стихи. Здесь отмечу до нескольких признаков глубокого покаяния. Надо заметить, что эти признаки будут относиться к покаянию тогда, когда таким образом кающиеся реагируют на садилные в прошлом грехи. Если же человек просто оплакивает свою судьбу, погубленную карьеру, потерянные здоровые и другие потери, это ни в коей мере не относится к покаянию. Второй текст. Ездра. 10 глава, 1-4 стихи. Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь пред лицом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шиханне, сын Иехиила и сыновей Еламовых, и сказал Ездре, «Мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли. Но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь зависть с Богом нашим, что по совету Господина моего и благовещих предзаповедей Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою. Ободрись и действуй». В этом месте Библии не только отмечены покаянные плач и ридания, но и следующий важный этап жизненного решения. Желание заключить зависть с Богом и исполнять его заповеди в дальнейшем. Это один из важных признаков настоящего покаяния. Если грешник кается, чтобы что-то получить от Господа, но не собирается в дальнейшем следовать его путями, это неполноценное покаяние. Он может ничего не получить от Господа, потому что цель Божьей работы не заключается в том, чтобы создать благоприятные условия грешнику для умножения греха, но для правильной жизни. Третье место. Якова, 4 глава, 8-9. И еще один пример покаяния апостола Петра после его отречения от Господа. Матфея, 26 глава, 69-75 стихи. Петр же сидел у него на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрогся перед всеми и сказал, «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там, «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрогся, склятывая, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде, нежели проповед петух, трижды тречешься от меня». И вышед вон, плакал горка. Надо всегда помнить, что Бог является нашим помощником в решении всех проблем. Он не будет выполнять ту часть труда по освобождению, которую должны делать мы сами. Псалом 45, 2 стих. «Бог нам приближище и сила, скорый помощник в бедах». Помогает только тому, кто сам что-то делает. И никто не станет помогать тому человеку, который сам ничего не делает и не хочет делать. Может быть, эта мысль противоречит понятиям некоторых людей, но она соответствует Писанию. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное с силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Матфея 11, глава 12 стих. И еще одно местописание. 2 Петра 1, глава 5-7 стихи. «То вы, пролагая к чему все старание, покажите у веры вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбии любовь». Да и другие тексты Писания не отвергают собственного участия в победе над грехом и проклятием. Филиппийцам 4, 13. «Все могу, выкопляющим меня, Иисусе Христе». Сегодня существует мнение, что если мы непростанно и усиленно молимся, прося Господа об освобождении, это означает, что мы своими силами пытаемся побороть грех. Но это не так. Ибо молитва сама по себе не дает освобождения. Но по молитве Бог совершает эту работу. Когда мы постимся, то не сам пост решает проблему, а Бог в виде наших усилий и верных советам Божьим. Матфея 17, 21. «Сей же рот изгоняется только молитвой и постом». Теперь изложим путь освобождения от проклятия, греха и демну. Первое – покаяние в грехах. Второе – исповедание. Третье – отрочение от демонических духов, которые стоят за грехами. И четвертое – непосредственное повеление нечистым духам выйти вон во имя Иисуса Христа. Так как эта часть темы очень важна, то еще раз обратим пристальное внимание, на основу две пункты пути освобождения в свете Слова Божьей. Первое – это покаяние. Главнейшим условием для освобождения от различного рода проклятия и демонов является покаяние в грехах. Так грех является основанием для дьявола – держать пену человека. Библия описывает чувства, слова и действия искренне раскаивавшихся в грехах и преступлениях людей. Первое – Исайя 6, 5. «И сказал я, горы мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваопа. Эта молитва была услышана. И коснулся уст моих, и сказал, «Вот эту коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Второе место писания – Лука, 7 глава, 37-38 стихи. «И вот женщина того города, которая была грешницей, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла о лавастровый сосуд с миром, и ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами, и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Эта женщина также была прощена Иисусом Христом». Лука, 7 глава, 47-50 стихи. «А потом усказываю тебе, «Прощаются грехи ее многие, за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. И ей же сказал, «Прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя, «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». А вот пример неистинного сыновства, где не было искреннего глубокого покаяния, а следовательно и прощения. «Прощаются ко мне люди с ее устами своими, и ждут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но ччетно ждут меня уча учением, заповедям человеческим». И призвал народ, сказал им, «Слушайте и разумеете, не то, что уходит в пусту, аскверняет человека, но то, что выходит из уз, аскверняет человека». Тогда ученики его, приступивши, сказали им, «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово, все соблазнились?» Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они – шлепые вожди шлепых, а если шлепой ведет шлепого, то оба падут в яму». Матфея, 15 глава, 8-14 стихи. Исповедание. Следующий пункт. В некоторых случаях, упроходя, что Господу человека не хватает веры, чтобы сбросить свое греховное бремя, ему нужна посторонняя помощь. Лету существует исповедание. Священное Писание дает образцы исповедания, то есть указывает, как оно совершается, доказывая, что это библейское учение. Вот несколько примеров исповедания. Первый пример. Иисус Навин, 19 глава, 20-30 стих. Тогда Иисус сказал Ахану, «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал, «Точно я согрошил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную щенарскую одежду и 200 щеклей серебра, и шлитых золота весом 50 щеклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Иисус послал людей, и они побежали в шатер. И вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. «Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом». Важная мысль этого текста в отношении исповедания. «Объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». Не потерялось силы исповедания во время Иисуса Христа в служении Иоанна Крестителя, который прихотовлял путь Господу. Матфея 3, глава 5, 6 стихи. «Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся крестность Ярданская выходили к нему и крестились от него в Ярдане, исповедуя грехи свои». Это служение практиковали апостолы. Деяния апостола, 19, глава, 18, 20 стихи. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их до 50 тысяч драгом. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне». Здесь также отмечена характерная особенность исповедания. Уверовавшие исповедовались, открывая дела свои и сжигая заклятые вещи, принадлежащие дьяволу. Конечно же, исповедовавшиеся искренно перед Богом получали прощение греху. А следом и очищение вот так написано. Первое послание Иоанна, первая глава, 19 стихи. «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи вирен и праведен, просит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Отреченье. Отреченье собственными уставами от нечистых духов, которые стоят за грехами, родовым проклятием, посвящением дьяволу. Это очень важно. Вначале я всегда предлагаю произвести отречение от духов наследственности, потому что они являются корнями греховности человека. Текст отречения должен произноситься вслух и имеет приблизительно следующее звучание. «Во имя Иисуса Христа, дух наследственности, дух родового проклятия, дух моих предков, я сегодня добровольно, усилием моей боли, отказываюсь от Тебя. Я отвергаю Твою помощь, я отказываюсь от Твоей защиты, я отрекаюсь от Твоего влияния на мой характер, на мои чувства, на мой дух и тело. Именем Иисуса Христа я разрываю всякую связь с моими предками, с их грехами и с их проклятием. «Если среди моих предков были колдуны или чародеи, или же другие служители оккультных сил, которые совершили обряд посвящения нашего рода дьяволу, я отказываюсь от этого обряда, я уничтожаю его верою в пролитую кровь Иисуса Христа, который на Голгофском кресте был уничтожен, и этот обряд. Во имя Иисуса Христа я заявляю, что с этого мгновения никакой обряд посвящения дьяволу не имеет надо мной никакой власти. Я посвящен или посвящена только Господу моему Иисусу Христу. Поэтому всякий нечистый дух, дух посвящения дьяволу, я отрекаюсь от Тебя, рву с Тобою всякую связь и приказываю, выйди вон из меня во имя Иисуса Христа и упредь никогда не входи, иди в распоражение и под контроль Иисуса Христа. Тот же самый текст может быть употреблен и в отношении отречения человека, находящегося под влиянием других нечистых духов. Этот текст отречения не является догмой для всех, занимающихся служением освобождения, но для меня на сегодняшний день он достаточен. Такой текст я предлагаю повторять за мной человеку, который нуждается в освобождении. Во многих случаях дьявол не дает свободно повторять слова отречения, тогда я приказываю нечистому духу именем Иисуса Христа не мешать отречению. Довольно часто демонические духи выходят во время отречения, так что после этого акта нам остается только вместе благодарить Господа. Непосредственное повеление В более тяжелых случаях, когда демоны не выходят и после отречения, начинается непосредственно молитвы за освобождение и изгнание бесовских сил. На основании исповедания, а также физического проявления бесов, мы знаем их имена и изгоняем их именем Иисуса Христа согласно Писанию, которое дает нам на эту власть, право и силу. Марка 16, 17. Уверовавших же будут сопровождать сие знамения. Именем моим будут изгонять бесов. И еще повеление. Матфея 18. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Формулой изгнания нечистых сил может служить текст Писания, который запечатлел, каким образом нечистым духом приказывал выходить апостол Павел. Деяние апостолов, 16 глава, 18 стих. Это она делала много дней. Павел, возникновав, обратился и сказал духу, именем Иисуса Христа повелевает тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час. В своей молитвенной группе мы никогда не вступаем в диалог с бесами, никогда не выполняем их просьб и требований, потому что, выполняя условия, христианин автоматически признает его право командовать и требовать, а выполняя его требования, становится его рабом, ибо кто кому служит, тот тому и раб. Приказание именем Иисуса Христа бесам называть свое имя и причиной одержимости не является диалогом с ними, а проявлением Божьей власти в отношении дьявола и его демнов. Добластовит нас Господь для победы над всяким грехом и проклятием на пути в Царство Небесное, и доположит Он всех врагов наших под ноги наши по своей великой милости люби. Пусть это далеко не полное освещение данной темы поможет вам правильно понимать и предпринимать правильные усилия и направления по пути Божьей свободы для успешного пользования обетованиями Божьими. Аминь.